Саргас, а как найти подклад, если вы знаете, что он есть, но не знаете, где он? А откуда вы знаете, что он есть, если вы его не видели и не знаете, где он? Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у меня стартовал курс «Как зарабатывать на магии и своих знаниях в интернете». Пожалуйста, переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Это поможет вам изменить вашу жизнь к лучшему, благодаря собственным знаниям и навыкам. Всем привет, с вами Саргас. Ученица задала мне интересный, хотя, признаться, немного странный вопрос. Я его озвучил вначале. Но предположим, что вам, допустим, кто-то сказал, что у вас в доме есть подклад, или вы каким-то образом чувствуете, что подклад есть. То есть, поясню, подклад – это некая вещь, на которую было наложено негативное магическое воздействие, которое, находясь в пределах поля человека или в его жилище, негативно воздействует на него, на одну из сфер его жизни или на несколько, или на его близких. Подкладом может служить достаточно широкий список вещей. Я, если не забуду, прикреплю ссылку на варианты подкладов. Но чаще всего это какие-нибудь иголки, яйца куриные, кучки земли, мертвые животные или их части, конфеты, чаще всего взяты из кладбища, цветы, тоже чаще всего взяты из кладбища, искусственные цветы, ну тут все очевидно. В общем, какие-то такие вещи, которые сами по себе у вас в доме вряд ли появятся. Чаще всего подклад из натуральных материалов. Это может быть мешочек, набитый чем-то, это может быть ракушка, камешек, какая-то вещь красного цвета, если речь идет о любовной магии. Могут ее подарить, прямо вот так дать в руки, могут куда-то подложить. Также подклад может являться еще и крадником, то есть предметом, благодаря которому темный маг будет тянуть из вас энергию через этот предмет. То есть у темного мага есть доступ к этому предмету энергетический, темный предмет находится в пределах вашего поля, ну или где-то неподалеку, и через него маг подключается к вам и тянет у вас, к примеру, энергию любви. И у вас портится личная жизнь, у него или у кого-то из его клиентов она улучшается. Ну то же самое, здоровье, финансы, неважно. Так вот, как найти подклад? Я слышал, что в маркетинге очень важно в названии писать «как», а в видео рассказывать «что». Ну то есть, как найти подклад, а в видео рассказывать, что такое подклад, а типа о подробности на платном курсе. Но нет, я не маркетолог, поэтому расскажу. В общем, подклад находится достаточно просто. Чаще всего это места, где вы проходите. То есть, бывают подклады, которые действуют длительное время, они где-то спрятаны у вас на рабочем месте, в машине или дома, и в окрестностях дома. И подклады, которые работают мгновенно. То есть, вы к нему прикасаетесь, порча перекидывается на вас. И второй вариант встречается все-таки чаще. Вот, к примеру, ко мне обратилась женщина, ей на капот положили букет цветов. Ну, это, к сожалению, оказался как раз подклад. Вполне возможно, что цветы были набраны на кладбище, завернуты в газетку, и таким образом их положили. И если бы она взяла их рукой, то подклад бы перешел на нее. Ну, там часть негатива перешла, но не буду углубляться. В общем, если вы проходите в каком-то месте, и это очевидно для окружающих, то на вашем пути, скорее всего, постараются нечто подложить. Это могут быть ювелирные украшения на земле. Ни в коем случае их не поднимайте. Иголки на земле, булавки. Иголки, воткнутые в дверные откосы, в двери. И чаще всего они будут видны. То есть, ну, никто не будет запихивать там иголку под дверной откос. Она, скорее всего, будет вот прям воткнута на уровне глаз, или там на уровне паха. Поэтому, если у вас прям есть такое подозрение, или вы подходите к какому-то дверному проему и чувствуете, что что-то не то, осмотритесь. Ну, просто постойте, гляньте мельком. Плюс, есть такой нюанс, что подклады чаще всего неадресные. То есть, да, можно наложить воздействие, которое будет направлено на конкретного человека, но это сложно. Чаще всего подклады действуют на тех, кто первый, так сказать, их коснется. Соответственно, если это двери офиса, где каждый день проходит 100 человек, то нет никакого смысла накладывать воздействие на предмет и прятать где-то у вас в офисе. Но если это ваша квартира, где живете только вы и ваши домочадцы, это уже более вероятно. Поэтому входная дверь квартиры или крыльцо частного дома, тропинка частного дома, прилегающая территория. То есть, я знаю ситуации, когда там буквально отрубленную свиную голову сосед перекидывал на участок другого соседа. Никто не догадается, что это подклад. Распространена такая ситуация часто в русскоязычных деревнях. То есть, ну, я уже рассказывал, что в селах российских, украинских, белорусских магия зачастую самая базовая, деревенская, черная, отвратительная. И там каждая вторая ведьма, если не каждая первая. И все будут стараться всем гадить. Соответственно, подклады, это там ситуация распространенная. Ну, в общем, я к чему? Самое первое, это смотрите места, где ходите только вы, и где, очевидно, вы должны проходить. И смотрите на любые подозрительные предметы. Я уже перечислил иголки, ювелирные украшения, части животных, куриные яйца, цветы, конфеты. Ни в коем случае ничего из этого не трогайте. И постарайтесь, допустим, лопатой, палкой откинуть куда-нибудь в кусты, где люди не проходят. Если это не территория вашего дома, а просто какой-то парк, где вы это увидели, и вас там подкаруливал подклад по какой-то причине, скорее всего, где-нибудь под кустом, он очень быстро абсорбируется с землей. Для людей это безопасно, там он никому не навредит, скорее всего. То есть это лучше, чем брать его в руки. Если вам что-то подарили, ну тоже старайтесь не брать это руками. То есть вам кладут на стол ракушку коллеги, допустим, а вы так, спасибо. Возьми там, подержи в руках. Найдите любую отмазку. Здесь врать не зазорно, потому что речь идет о вашей безопасности и о человеке, который потенциально вам может навредить. Скажите там, что руки грязные, боитесь сломать, повредить, боитесь аллергии, что вы боитесь запачкать, там аккуратненько потом уберете, что такую красоту, чтобы не портить, ну, что вы отмазку не найдете. И потом, когда никто не видит, просто там папкой, палкой смахните в пакет, не прикасаясь к нему, завяжите и выбросьте в урну. Ну, опять же, в идеале, конечно, закопать, но в городских условиях это малореалистично. И не думаю, что где-то в горе мусора на кого-то это перейдет. Опять же, подклад не вечен, и он через несколько дней, максимум недель, скорее всего, просто абсорбируется окружающим пространством. То есть энергия из него рассосется. Если подклад у вас дома, если по какой-то причине вы вот точно знаете, что какой-то предмет является подкладом, и у вас есть возможность прям идеально его утилизировать, и вы хотите все сделать правильно, то лучше всего его сжечь. Если нет возможности сжечь, то не прикасаясь к нему руками и в идеале, не впуская его в пределы своего поля, закопать. Ну, как бы это выглядело, наверное, в идеальных условиях. Это вы находите у себя где-нибудь под ковром иголку или в подушке зашитые иголки. Это очень тупо, потому что ее найдут. Но я о таких случаях слышал, хотя сам в своей практике не сталкивался. Находите где-нибудь красный мешочек в углу. Берете большой пакет, перчатки, какой-нибудь кочергой или палкой загоняете в пакет, подцепляете пакет кочергой, несете в мусоропровод, ну нет, мусоропровод это все-таки в вашем доме, желательно в мусорный бак, который находится за пределами здания. Выбрасываете, все. Если есть возможность это сжечь, то хрен с ним, прям в пакете кидайте в огонь, ничего страшного не произойдет, огонь не обидится, дымоход у вас от одного пакета не засорится. Ну, примерно такие рекомендации я могу дать в связи с подкладом. Если у вас есть подозрения, что на вас кто-то воздействует магически, пожалуйста, переходите по ссылке в описании и обращайтесь за магической помощью. А если вы хотите научиться магии самостоятельно, то вступайте в школу практической светлой магии или записывайтесь на подготовительный курс «Открытие врат магии». Все ссылки будут в описании. С вами был Sargas, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова